Здравствуйте, я Джон Бивир. Для начала должен сказать, как сильно я рад, что этот курс дошел до вас. Для меня честь проповедовать вам. Я очень хотел бы знать русский язык, чтобы вы слышали мой голос и мое сердце на вашем родном языке. Вы знаете, что мы с моей женой Лизой начали служение Messenger International более 20 лет назад. Наша миссия и стремление — это последние слова Иисуса Христа, сказанные им, прежде чем он покинул землю. Он дал поручение, «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам». Это Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Именно по этой причине наши партнеры по всему миру и служение Messenger International молились и трудились, чтобы передать этот ресурс в ваши руки. Дорогой друг, вы — ответ на наши молитвы. Мы надеемся, что вы примете этот курс как маленький знак нашей любви к вам. Когда Бог открыл мне это послание, оно радикально повлияло на мою жизнь и служение. Я верю, что в вашей жизни и в жизни людей, для которых вы пастор или лидер, произойдет то же самое. Кроме того, я хочу сделать вам еще одно замечательное предложение. Данное послание является лишь примером электронной библиотеки, которую мы создали в подарок вам и Телу Христову во всем мире. Можно посетить веб-сайты, перечисленные на данном ресурсе, где вы найдете видео и аудио уроки, книги, учебные пособия и многое другое. Эти ресурсы доступны на русском языке благодаря переводчикам, редакторам и другим, посвященным мужчинам и женщинам в Боге. Мы верим, что совместные усилия в поддержку нашего служения являются вечным и важным вкладом в Царство Божие на земле. Поэтому добро пожаловать, присоединяйтесь к нам и исполняйте призвание, вложенное Богом в ваши сердца. Давайте вместе распространим этот курс в нашей церкви, в соседних общинах и среди всех наших русскоговорящих знакомых. В Евангелии от Матфея 10.8 Иисус сказал своим ученикам, «Даром получили, даром давайте». Более 25 тысяч церквей в Соединенных Штатах пользуются материалами учебной программы нашего служения. Сегодня мы посылаем их вам. Все, о чем мы просим вас, помочь нам в исполнении Божьего приза и вынести Его Слово людям по всему миру. Пожалуйста, поделитесь всеми ресурсами этого диска и электронной библиотеки с вашими семьями и церквями. Расскажите своим друзьям и коллегам. Не стесняйтесь отправлять по электронной почте отдельные или целые файлы людям из вашей общины. Размещайте эти ресурсы в интернете и копируйте DVD-диски и книги. Постоянно проверяйте нашу библиотеку для скачивания, так как мы постоянно добавляем новые ресурсы. В послании к евреям 4.12 говорится, что Слово Божье живо и действенно. Оно всесильно. Только Слово Божье имеет силу принести свободу, жизнь, надежду, смысл и откровение. Вы выполняете важную роль, помогая нам быстро распространять это послание в России и по всему миру. Мы стремимся, чтобы Божьи дети испытали силу Его Слова во всей полноте. Я знаю, что вы разделяете наше стремление, и это большая честь трудиться вместе с вами в распространении Царства Божьего на земле. Послушайте, друг мой, мы любим и поддерживаем вас. Ваш вклад в тело Христово имеет неоценимое значение. Спасибо за верность в поиске Божьего сердца и за служение Его народу всем, что у вас есть. Бог говорит, что Он наблюдает, как Его Слово исполняется. Оно не вернется к Нему неисполненным. С дерзновением провозглашайте, и ваша церковь, община и народ будут навсегда изменены Божьим Словом. Я молюсь, чтобы данные ресурсы вооружили вас, и чтобы вы достигли своей сферы влияния по Божьей благодати. Для меня большая честь обращаться к вам, братья и сестры во Христе. Я верю, что вместе мы увидим Иисуса Христа, Высоко Вознесенного. Желаю вам великих Божьих благословений. Субтитры создавал DimaTorzok Мессенджер Интернешнл представляет учебный курс «Неотступный». Это 12 занятий, задача которых — открыть истину и показать власть тех, кто проявляет стойкость в вере. Добро пожаловать на курс «Неотступный». На первом занятии Джон расскажет о важности успешного завершения пути и о власти, которую вы имеете во Христе. Добро пожаловать на запись учебного курса «Неотступный». И как видите, эти люди с воодушевлением ожидают Слова Божьего. Они с воодушевлением ожидают Иисуса. Мы любим Слово Божье и знаем, что вы тоже. Но мы подготовили для вас самые, что ни на есть, захватывающие послания. Я в таком восторге. Не терпится скорее приступить. Но перед тем, как мы начнем первое занятие курса «Неотступный», давайте вместе помолимся. Отец, во имя Иисуса, огромное спасибо за привилегию быть твоими детьми. Господь, в этот вечер я прошу, чтобы ты буквально заполнил собой это святилище. Открой нам Иисуса еще больше, чем мы когда-либо знали Его. И я благодарю тебя, что, взирая на Него, мы будем переходить от славы в еще большую и большую славу, как от Духа Живого Бога, ибо я провозглашаю, что Царство Твое внутри нас. Да будет твоя воля, исполненная на этом месте на земле, какова она и на небе. И за это мы воздаем тебе славу и честь и хвалу и благодарение в могучее, чудесное, величественное, славное, святое, прекрасное имя Иисуса. И всякий, кто с этим согласен, да воскликнет «Аминь». Еще раз поблагодарим Его за то, что Он собирается дать нам. Аминь. Прошу садиться. Хочу рассказать вам об одном фильме, который я посмотрел в самом начале написания этой книги 10 месяцев назад. Собственно, это старая картина, и называется она «Призрак и тьма». С Вэлом Килмером и Майклом Дугласом в главной роли. Действие разворачивается в конце 1800-х годов, когда строился мост через реку Цаво. И фильм начинается с того, что этот мост не успевают построить в срок. И чтобы уложиться в график, нанимают одного блестящего инженера. В его роли выступает Вэл Килмер. И по сценарию его зовут Паттерсон. Он появляется на сцене, когда мост уже строится. Но вскоре после своего приезда он обнаруживает, что по ночам стали исчезать люди. И в ходе фильма выясняется, что на людей регулярно нападают два льва-людоеда. Их пытаются поймать населки. Этих львов пытаются изловить разными способами, а те все время уворачиваются. И вот, когда число жертв достигло 30, они привлекают опытнейшего охотника по имени Ремингтон. Он был американцем, и это правдивая история. Подключается Ремингтон, расставляются капканы, начинается охота на этих львов. Но те по-прежнему не попадаются. В итоге, когда эти львы уничтожили уже более 130 человек, прораб видит, что от города отъезжает поезд. Он сажает в него всех своих рабочих, строивших мост, и покидает с ними Додж. Теперь в фильме наступает поворотный момент, который очень затронул меня. Я смотрю, как Ремингтон и Паттерсон с его помощником стоят и видят сотни людей, поддавшихся влиянию этого человека полного страха из-за этих львов. Они все уезжают, а этих троих оставили сражаться со львами-людоедами. Не буду глубоко вдаваться во всю историю, но в конце концов, после огромного труда, этих львов все же убивают. А после всего, когда рабочие снова возвращаются, в их глазах сильно возрастает авторитет Паттерсона. И вот что я понял из этого фильма. Мы также строим мост. Мы строим мост между небесами и землей. Мы являемся послами и приносим небесное царство на эту землю. Но Петр заявляет следующее. Он говорит, «Сатана, как рыкающий лев, ищет кого бы поглотить». У нас есть враг. У тех людей из фильма было оружие, у львов его не было. У нас есть оружие, но наш враг его лишен, потому что Библия говорит, что Иисус обезоружил все начальства и власти. Он говорит, «У меня ключи». У него все оружие, и он дал его нам. Встает вопрос, какими людьми будем мы с вами? Как будет разворачиваться наша жизнь? Будем ли мы теми, кто поддается влиянию человека, исполненного страхом и убегающего от напастей? Или же будем как Ремингтон и Паттерсон с его помощником, которые выступили против этих львов и завершили то дело, за которое взялись? Итак, перед тем, как я кое-что расскажу, я хочу зачитать слова Соломона. Соломон пишет в книге «Екклесиаст», 7 глава, 8 стих. «Конец дела лучше начала его». Кто из вас понимает, что то, как мы закончим, гораздо важнее того, как мы начнем? Это хороший момент сказать «Аминь». Будь то отношение, или задание, или период нашей жизни, или вся наша жизнь в целом, самое важное — это конец. Чтобы закончить свой путь хорошо, нужно жить хорошо. Аминь? Но так как в этом мире существуют противодействующие силы, это означает, что нам нужно научиться никогда не сдаваться. Это означает, что нам нужно развивать неотступный дух. Аминь. Как же добиться того, чтобы дух был неотступным? Почему это так важно? И именно об этом этот курс. О том, как развивать неотступный дух, и о том, почему его так важно иметь. Честное слово, я на самом деле буду откровенен с вами. Я уже несколько лет глубоко озабочен тем, что многие христиане не закончат свой путь хорошо. Об этом говорит Иисус, об этом говорит Павел, и сейчас мы живем в такое время. Знаете, Бог дал мне видение, которое очень связано с тем, о чем я буду говорить, и я хочу о нем рассказать. Я уже говорил о нем на одном из прошлых курсов под названием «Сердце в огне», и остановлюсь на этом видении более подробно, так как Бог развил его в течение лет. В этом видении я увидел человека на лодке, гребущего веслами. Это была обычная лодка, на которой он плыл по реке против очень быстрого течения. Человек налегал и налегал на весла, чтобы было сил против течения. А мимо него... Временами по течению реки проплывали огромные лодки с отдыхающими. Им не требовалось прилагать никаких усилий, чтобы плыть по течению. Им не нужно было работать так, как ему. Они просто наслаждались жизнью, они расслаблялись, и время от времени глядели на него и смеялись. А парень все время налегал и налегал на весла. Но вот я вижу, как этот человек выбивается из сил, поднимает весла, и какое-то время его лодка по инерции еще движется вверх по течению. Но вот неожиданно лодка останавливается, так как течение было очень сильным. А потом вдруг лодка начинает двигаться вниз по течению, и человека несет по реке, хотя носом лодка повернута против течения. Затем в видении я вижу еще одну лодку с отдыхающими, проплывающими мимо него. Она также была повернута носом против течения. Люди в ней отдыхали и наслаждались жизнью. И когда человек увидел, что и их лодка была носом против течения, он решил к ним присоединиться. На этом видение закончилось. Каково же толкование этого видения? Река — это мир. Лодка — это человеческое тело, которое нам необходимо, чтобы жить и взаимодействовать с этим миром. Человек в лодке — определенно верующий. Весла — это незаслуженное вооружение Божьей благодатью. Лодки с отдыхающими представляют собой тех, кто собрался ради общей цели, а течение реки — это система этого мира. Пользуясь веслами благодати, этот человек мог противостоять течению. Его физическая сила, которая означает его веру, начала слабеть. Он не думал, что у него есть то, что нужно для завершения пути. Вы слышите? Потому что ради воплощения Богом данной судьбы нам придется двигаться против течения системы этого мира. Потому что будет сопротивление тому, что небеса желают для этой земли. Так как из-за князя, господствующего в воздухе, течение этой земли противится течению Царства Божьего. Но он не думал, что у него есть то, что ему нужно, хотя у него это было. Но он поднял весла, и когда он это сделал, какое-то время он еще двигался против течения по инерции. Но именно здесь возникает опасность, именно здесь кроется обольщение. Его уже не подстегивает то, что он делал ради достижения цели, хотя он все еще двигается к ней по инерции. Вдруг он медленно останавливается. Если вы когда-либо пробовали грести в лодке против течения, то, подняв весла, не понимаешь, в какой именно момент лодка перестает двигаться против течения, так как все еще действует сила инерции. Ты вдруг останавливаешься, тебя начинает нести по реке, и ты даже не понимаешь, что уже плывешь по течению. Это и называется обольщение. Вы со мной? И так его несет потоком вместе с системой этого мира, хотя он нацелен на курс вверх по течению. Он по-прежнему выглядит как христианин, разговаривает как христианин, посещает церковь и платит десятину, но на самом деле он течет вместе с этим миром. Затем вдруг появляется другая лодка с отдыхающими, и также плывет вниз по течению. Но в отличие от других, повернутых носом по курсу, это было повернуто против течения. Увидев, что эти ребята нацелены против течения и плывут так же, как и он сам, он перепрыгнул к ним, и теперь у них одна общая цель. Теперь обольщение стало еще опаснее, так как теперь у нас целая группа людей, живущих одинаково. Вы со мной? И так вдумайтесь в то, что пишет апостол Иоанн в своем послании. Он говорит, мир и все его хотения, 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 доживают последние дни. Но тот, кто делает то, чего желает Бог, нацелен на вечность. Данное видение описывает три типа людей. Во-первых, это неверующие, целиком утопающие в своих бесконечных «хочу, хочу, хочу». Во-вторых, это истинный верующий, который должен неутомимо прилагать усилия для продвижения царства. Помните слова Павла в третьей главе послания к филиппийцам «Стремлюсь к цели». Вы со мной? И в-третьих, это человек, пребывающий в обольщении. Это тот, кто прячет свои истинные мотивы «хочу, хочу, хочу» за христианской внешностью и путем неверного использования Писания. Поняв истинный смысл этого видения, мне становится совершенно понятным слова автора «Послание к евреям» в главе 12, стихи с 12 по 15. Он говорит следующее. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Это написано верующим, и, думаю, данное видение это подтверждает. Вы согласны с этим? Как дети Божьи, мы должны страстно желать завершить свой путь хорошо. Вы можете сказать «Аминь»? «Итак, позвольте мне дать определение слову «неотступный». Именно с этого и хотелось бы начать. Определение слова «неотступный» — твердое, настойчивое, непреклонное отношение или состояние. Проще говоря, отношение, которое не смягчается. А что значит смягчаться? Смягчаться значит оставаться более снисходительным, ослабевать или даже признавать собственное поражение. Синонимы, к слову «неотступный» — мне всегда нравится находить синонимы. Несгибаемый, неумолимый, настойчивый, бескомпромиссный, неудержимый, цепкий и целенаправленный. Вас не приводит в восторг определение этого термина? Понятие «неотступный» можно отнести к упорным силам зла, но в нашем случае этот термин будет носить позитивный окрас и применяться в добром смысле. Поэтому мы так будем называть храброго, отважного человека, нацеленного на выполнение поставленной перед ним задачи. И неважно, много ли и мало ли времени потребуется для ее выполнения, человек с неотступным сердцем посвятит себя ей всецело до самого конца. И ничто не сможет удержать такого человека от желанной цели. Аминь. Возможно, сейчас вы подумали, «Джон, погоди-ка минутку, я не твердый, не непреклонный, бывало у меня я сдавался». Хорошо, скажу вам вот что. Никто из здесь присутствующих не расскажет об этом больше, чем этот человек. Помню себя, когда еще учился на втором курсе. Вернулся с учебы домой со словами, «Мам, я родился свыше, я теперь христианин. Стал рожденным свыше христианином в нашем студенческом братстве в этом семестре». Моя мама ни капли не разделила мой энтузиазм. Только взглянула на меня и сказала, «А, похоже, это твоя очередная причуда. Бросишь так же, как и все остальное». Самым болезненным в словах моей мамы было не то, что она сказала, а то, что это была абсолютная правда. Я бросал все, за что не брался. Помню еще в школе. Я боялся, что никогда не женюсь, потому что после одного-двух свиданий с девушкой я уставал от нее, или она от меня, и построить отношения не получалось. А потом я видел, как с этими девушками начинали встречаться другие парни, и у них все складывалось здорово, а некоторые даже потом женились. Итак, история не только со свиданиями, и со спортом было так же. Как-то я занимался легкой атлетикой. Продержался один сезон. Принялся за бейсбол. Продержался два сезона. Помню, начал играть в гольф. Через сезон бросил. Потом взялся за баскетбол. Через сезон бросил. Взялся за музыку. Моя мама заставила меня заняться фортепиано. А через три месяца весь мой пыл сошел на нет. А в течение четырех лет одни сплошные мытарства. И единственной тому причиной было понукание со стороны моих родителей. Моя преподаватель по фону, а надо сказать, что она только этим и зарабатывала на свою жизнь, и я был единственным за всю ее жизнь учеником, родителем которого она сказала, «Пожалуйста, пусть он больше не играет на фортепиано». После этого я взял гитару. Через два месяца положил обратно. Я завел себе особые интересы, типа астрономии. В итоге мой телескоп отправился пылиться в кладовку. Я примыкал к группам по особым интересам, типа бойскаутов, волчат и все такое. А через год два бросал. Принимался за какую-нибудь книгу и так и не дочитывал. Так что, по сути, моя мама была на 100% права. Брошу ли я эту новую веру? Может, моя Библия также окажется в кладовке среди прочего хлама по особым интересам, и я опять все брошу через пару лет. Но я с радостью могу констатировать, что прошло уже более 30 лет, а этот человек сегодня полон еще большего энтузиазма, чем когда говорил со своей мамой. Так что, если Бог в состоянии построить неотступный дух внутри этого парня, то он в состоянии сделать это с любым из нас. Аминь. Ибо я был самым отпетым бросальщиком начатого. Аминь. Хорошо. Итак, позвольте мне зачитать из первого стиха, 12 главы, послания к евреям. Апостол говорит, бежать забег. Все скажите, бежать. Бежать предстоящий нам забег терпеливо. Терпеливо в данном случае означает с неотступной настойчивостью. Бежать предстоящий нам забег с неотступной настойчивостью. Не правда ли любопытно, что единственное выделяемое здесь автором качество, необходимое для успешного завершения забега, это неотступность? Я говорю о нашем христианском забеге. Вы со мной? Обратите внимание, он не говорит, бежать забег счастливым. Или бежать забег с радостью. Или бежать забег с поставленной целью. Или бежать забег со всей серьезностью. Конечно, все это важно, но качество, которое он выделяет, это то, чтобы мы бежали свой забег, который есть эта жизнь, с неотступным духом. Аминь. Поэтому эта серия занятий так важна, так как для успешного завершения забега требуется неотступный дух. Возможно, у вас большие трудности в семье, в браке, на работе, в бизнесе, в школе, в финансах, или со здоровьем, или, что важнее всего, в достижении потерянного мира для Иисуса Христа. Но позвольте сказать вам, что ваша ситуация может казаться совершенно беспомощной, для которой нет решения. Возможно, потоки страха и истощения пытаются заставить вас сдаться и плыть по течению. Но благая весть в том, что Иисус сказал в Марка 10, 27. Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Можете ли вы на это сказать «Аминь»? Не имеет значения, с чем вы столкнулись. Послушайте меня. Иисус делает оговорку в Марка 9, 23. Он говорит, «Если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Итак, неотступный верующий, все скажите, «Верующий увидит, как невозможное становится возможным». И именно об этом весь этот курс. О том, как мы сталкиваемся с вещами за пределами наших человеческих возможностей, и как при помощи Божьей благодати невозможное становится возможным. Аминь. Итак, для начала посмотрим на одно из самых сильных мест в Новом Завете. Хорошо. Хочу отметить, что с этого момента и по третье занятие может показаться, что я ушел от темы, но поверьте мне, я не отойду от нее ни на шаг. То, о чем я буду говорить до конца этого занятия, а также второе и третье занятия, является крайне важным для построения неотступного духа. В Римлянам 5, 17, это место стало одним из самых моих любимых в Библии, говорится так, «Приемлющие обилие благодати». Все скажите, «Благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Ух ты! Обратите внимание, он не говорит «царствовать в следующей жизни». В Новом Международном Переводе Библии сказано «господствовать в жизни». В переводе Уэймута говорится «господствовать в жизни как цари». Я бы сказал «как цари и царицы», потому что это абсолютно так же касается и женской половины. Аминь. «Ой, я бы мог часами говорить об этом, но лучше и не буду». Смотрите, он не говорит «вы будете однажды царствовать на небе». Видите? Он говорит «вы будете царствовать в этой жизни». Все скажите «в этой жизни». Позвольте дать вам определение, кто такой царь. Царь или царица — это лицо, занимающее высокую или исключительную позицию в какой-либо сфере. Слово «господство» означает превосходство и повсеместное влияние. Итак, «господствовать как царь» или «царица» означает иметь высшее превосходство и влияние в какой-то сфере. Что это за сфера? Она называется «сфера жизни». Иными словами, жизнь не должна господствовать над нами. Это мы должны господствовать над ней. Аминь. Существует расхожая фраза, которую я слышу уже многие-многие годы, и я хочу разобраться с ней прямо на этом занятии. Когда вещи начинают вроде бы выходить из-под контроля, например, на нашу семью или близких обрушивается несчастье. То есть вещи, которые кажутся больше, чем мы в состоянии вынести сами. Мы говорим эту фразу. «У Бога все под контролем». Кто из вас это слышал от кого-либо? Ну же, не слышу вас. Эта фраза означает, что бороться с обстоятельствами нет смысла, потому что Бог по своей любви и доброте как-то разрулит все в итоге к добру, так как Он все контролирует. Но позвольте сказать вам следующее. Бог не контролирует все так, как думают эти люди. Некоторые из вас, я чувствую, уже сейчас готовы выйти из зала. Но позвольте мне договорить. Псалом 113, 24 говорит. «Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Вы слышите? Землю Он дал сынам человеческим. Позвольте, я зачитаю это из перевода Библии The Message. Небеса, небес для Бога. А нас Он поставил во главе земли. Кто поставлен во главе земли? Мы. Если бы Бог контролировал все так, как представляют себе многие, в таком случае, когда Адам подошел к Еве, чтобы взять из ее руки плод, Бог вышел бы в сад и выбил его из его руки со словами «Адам, ты что творишь? Разве ты не понимаешь? На что ты обрекаешь своих детей и детей своих детей? Ведь будут землетрясения, будут эпидемии, будут цунами, будут болезни, будет голод, будет нищета, будут немощи, не говоря уже о том, что моему сыну придется умереть». Но нет, Бог так не сделал. Почему? Потому что Бог поставил во главе земли нас. Но кто-то скажет при этом, «Джон, Джон, да погоди ты». Библия говорит, что Господня земля и что наполняет ее. Да, так и есть. Так и есть. Позвольте пояснить, что это означает. Вот смотрю я на свою прекрасную тещу, которая здесь присутствует. Сейчас на ее лице большая улыбка. Шарлин раньше жила в Орландо, штат Флорида, вдалеке от своих внуков, а теперь уже и правнуков. А нам с Лизой очень хотелось, чтобы она жила поближе к нам, и мы подыскали дом на той же улице, где мы живем сами. Я позвонил и сказал, «Шарли, мы нашли дом. Ты бы не хотела переехать сюда и работать в нашем служении, а заодно быть поближе к детям, внукам и правнукам». Она приехала, увидела этот дом и заплакала. Она была так счастлива. Теперь уже два года, как она стала большой частью нашей семьи. Я так рад, что она здесь, но знаете что? Этот дом купил я. Мы купили его вместе с Лизой. И знаете, что мы решили сделать, чтобы Шарли чувствовала себя достойно? Мы сказали ей, «А давай ты будешь ежемесячно платить нам за аренду символическую сумму». Я думаю, она платит нам долларов по 200, не знаю, что-то вроде того. Но знаете, это ее жилье. В том смысле, что этот дом ее. Я не наведываюсь к ней и не говорю, «Так, Шарли, мебель здесь нужно поставить так-то и так-то, вот эту картину повесь-ка туда, а на ужин вечером пригласи-ка вот этого человека». А еще я не желаю, чтобы сюда приходили люди, которые выглядят не так или ведут себя не так. И еще не мешало бы ежемесячно пылесосить дом. Я этого не делаю. За все время, что Шарли там живет, думаю, уже два или три года, я ни разу не приходил туда, чтобы посмотреть, как она управляет домом. Почему? Потому что это ее место. Я передал его ей. Я являюсь собственником дома, но я передал его ей в аренду. Здесь работает тот же принцип. Бог владеет землей, но передал ее нам в аренду. «Вы со мной?» Он сказал, «Послушайте, я собственник, но земля ваша, и вы за нее несете ответственность. Когда Шарли нужна помощь в хозяйстве по дому, я всегда готов помочь». Вы понимаете меня? Также, если и мы призовем Бога на помощь, Он готов нам помочь. «Вы со мной?» Он сказал, «Человек стоит во главе». Вы это понимаете? Я говорю, «Вы это понимаете?» Поэтому в первой главе бытия сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуете». Это бытие, первая глава, 27-28 стихи. Человек, а не Бог, контролирует то, как мы живем на этой планете. Проблемы возникли, когда Адам ослушался Бога и передал эту землю новому хозяину. Его имя — Сатана. И теперь, поскольку Адам передал эту планету Сатане, стали происходить события вразрез с желаниями Бога. Пришли болезни и все остальное. Позвольте сказать следующее. Перед Богом стала проблема. Теперь в руках Сатаны был не только человек. Потому что помните, что Сатана, Люцифер, сказал Иисусу? Он сказал, «Все царства этого мира преданы мне». Когда они были преданы ему? В Эдемском саду. Когда Адам передал Люциферу то, что получил от Бога. Итак, теперь перед Богом встает проблема. Он говорит, «Я люблю человека. Я люблю человечество. Я хочу его вернуть». Но Он не может прийти в Своей божественности и вернуть нас себе, так как землю Он дал человеку. Поэтому и должен был прийти Иисус. И родиться Он должен был от женщины. Он должен был быть на 100% человеком. Но Он был зачат Святым Духом. Поэтому Он на 100% Бог. Поэтому Он был свободен от проклятия греха, под которым родились мы с вами. Но если вы обратите внимание в Евангелиях, Он постоянно называет Себя Сын Человеческий. Сын Человеческий. Потому что именно человек должен был вернуть то, что утратил Адам. Вы со мной? И Иисус это сделал. И Библия говорит в Колоссянам 2.15, что Он отнял силы у начальства и властей, и теперь Он один имеет власть, утраченную Адамом. Поэтому Он ясно заявляет в Матвея 28, «Дана Мне всякая власть, всякая власть царствовать, на небе и на земле». Однажды Он восстановит всю природу в том виде, в каком она была до грехопадения Адама в Эдемском саду. Но на данный момент природа по-прежнему тленна. Наши физические тела по-прежнему стареют и умирают. Физический мир все еще гниет и разлагается. Дикие звери по-прежнему охотятся и поедают более слабых животных. Яд змей по-прежнему способен убить. Болезни по-прежнему быстро распространяются. Ураганы и торнадо по-прежнему несут разрушения. И список можно продолжать. Однако теперь о позитивной части всего этого занятия. Есть Тот, Кто имеет над всем этим власть. И Кто может повернуть все это вспять. И это Христос. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, теперь встает вопрос. Кто есть Христос? Именно об этом спотыкается необновленный разум верующих. Потому что люди, думая о Христе, думают о нашем воскрешенном Господе и Спасителе Иисусе Христе почти так, как будто Христос — это его фамилия. Но давайте посмотрим, что Божье Слово говорит о Христе. В 1 Коринфянам 12, 27 сказано «Теперь вы все вместе — тело Христа, и каждый из вас — отдельная и необходимая ее часть». Вы это слышали? Иисус — голова, а мы — все остальное. Вот так все просто. У каждого из вас на плечах есть голова, не так ли? А также есть тело. Говоря о своем теле, не подразумеваете ли вы при этом и голову? Остин, иди сюда. Где мой второй сын? Остин, я так горжусь этим молодым человеком. Иди ко мне. Итак, это Остин Бевер. Так? Я так горжусь этим молодым человеком. Допустим, Остин идет мимо большой стены, и вы видите эту голову. Что вы скажете? Это Остин. Так или нет? А теперь допустим, что он идет мимо другой стены. Она высокая и закрывает его лицо. Теперь, когда вы видите это тело, вы что скажете? «Ой, это Стив?» Это Остин. А это Стив. Нет. Это Остин Бевер. Это Остин Бевер. Иисус Христос наш Господь, есть голова, а мы тело. Итак, кто есть Христос? Все мы. Спасибо, Остин. Вы со мной? Я спрашиваю, вы со мной? Итак, когда вы читаете Христос в Новом Завете, вы в том числе должны видеть и себя, не только того, который умер на кресте. Евреям, 2 глава, 11 стих говорит так, «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». В своей молитве Иисус молится так, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, так и они да будут в нас едино». Здесь говорится об Отце, Сыне и Святом Духе. Мы одно. Мы Его тело. Мы — тело Христа. Мы есть Христос на земле. Отличный момент сказать аминь. Петр пишет, «Мы были возрождены от Слова Божьего, дабы нам быть причастниками божественного естества». Точно так же, как рука Остина имеет ту же молекулярную ДНК-структуру, что и его лицо, и мы — такие же, как голова. Мы стали причастниками божественной природы. Верим ли мы в это, как церковь? Я о том, что на самом ли деле мы ходим по этой земле, как тело Христа? Или мы просто подставные лица? Потому что я хочу сказать следующее. Нам никогда, никогда не подняться выше того, во что мы верим. Итак, в заключении этого занятия я бросаю вам вызов. Разделился ли Христос? Является ли голова чем-то одним, а тело — чем-то другим, но незначительным? Или же Христос един? Христос един, мы едины с Ним, поверьте, это не имеет никакого отношения к тому, что сделали вы и я. Все дело целиком в Его незаслуженной благодати, но благодаря Его незаслуженной благодати мы стали причастниками Его божественной природы. Мы являемся Христом на земле. Аминь. Увидимся на следующем занятии. На втором занятии вы узнаете о своей позиции владычества и как с помощью благодати мы можем жить на этой земле, как Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok